Я скажу от имени Руху Опору. Это самоорганизация граждан Донбасса. Да и в принципе не только Донбасса, а всей Украины, которая поддерживает конституционный строй в Украине, законодательство Украины и действует в полном соответствии с Конституцией Украины, в том числе о защите территориальной целостности Украины. Могу так сказать, в силу тех или иных причин мы, естественно, сотрудничаем со силовыми органами Украины. Могу откровенно сказать, в том числе есть абсолютная поддержка Петра Алексеевича, как главнокомандующего. Очень многие материалы, которые были оттуда добыты телеименными способами, ложились лично ему на стол. Очень часто он использует для принятия стратегических, тактических, ну в том числе и высшее руководство Министерства обороны Украины, использует наши данные именно как одну из каналов добычи информации по тем или иным вопросам. Именно инфраструктуры военной, инфраструктуры власти и, соответственно, они принимают достаточно взвешенные решения по судьбе военной и какие-либо другие именно по оккупированным территориям. Поэтому хотелось бы сказать, ну, так, хотелось бы сказать то, что сейчас есть, по сути дела, полное взаимопонимание с высшим руководством страны, в том числе, подчеркну, Петром Алексеевичем Порошенко, потому что у нас как раз выборы. И я не знаю, как сложится в дальнейшем судьба выборов, и, соответственно, не знаю, будем ли мы находить поддержку в дальнейшем от руководства страны, потому что существуют разные заявления наших кандидатов, но в одном случае я знаю, что с нами работают, с нами сотрудничают, к нам прислушиваются в первую очередь. А это очень большое дело, когда ты можешь, вот как моему коллегу, сказать, твоя информация попала в точку, она обрабатывается. Он даже о результатах не знает обработки этой информации, но это гордость, потому что в первую очередь не денежная мотивация у нас работает, а именно патриотизм по отношению к Украине, вера в то, что рано или поздно оккупированные все территории будут возвращены.